Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Уважаемые дамы и господа, спасибо за то, что остаетесь с нами. Спасибо за то, что участвуете в наших программах. Номер телефона в студии 847-400-5200. Возвращаемся к теме Джулы Янасанж. И я вам задам вопрос, я вам дам понять, почему я задал вопрос, что же все-таки послужило тому, что его выдворили из посольства. Так вот, появилась интересная мысль, и эта мысль появилась именно после того, как вмешались в эти дела представители ACLU, которая, опять же, является ничем иным, как отросток демократической партии, появился вопрос, не было ли как-то это сопряжено с тем, что не оправдались надежды демократов на Мауэра, не оправдались надежды демократа на расследование. Ну и плюс тот факт, что наш генеральный прокурор позавчера все-таки заявил о том, что он считает, что то, что происходило в отношении Трампа, это было ничем иным, как шпионаж. Вот все это, не послужило ли это тем, что начинается разыгрываться еще одна карта демократов, то есть привоз Джулиана Санджа сюда, для того, чтобы привязать это, вернее, для того, чтобы привязать его и его компанию к Трампу. Мы все прекрасно знаем о том, что один из людей, который, ну, я скажу, он сторонник Трампа, в принципе, но, тем не менее, человек по имени Роджер Стоун, которому вменяется обвинение именно в том, что он связывался с Джулианом Санджем и пытался уговорить этого Джулиана Санджа выставить информацию, то есть это мы сейчас говорим опять же о том времени, когда Трамп баллотировался в президенты, что это с подачи Роджера Стоун, Викиликс или Джулиана Сандж сделал вброс информации о Хиллари Клинтон. То есть, если вы проследите, опять же, те, которые внимательно следят за всей вот этой катавасией, если вы проследите за всем тем, что происходило, то вы поймете, что это вполне не очень далеко от истины, потому что продолжается охота на Трампа, демократы никак не могут успокоиться в том, что Мауэр ничего не накопал, они продолжают, во-первых, вести себя абсолютно непристойно по отношению уже не только к Трампу, а по отношению даже к такому уважаемому человеку, как Уильям Барр, генеральный прокурор, и когда... То есть, они, вы понимаете, интересная вещь, они сами напросились на его вот это умозаключение, то есть, когда сенатор из Нью-Хемпшир, Джейн Шахин, когда она поставила на карту и решила сблифовать, задав вопрос, так что вы считаете, что это был шпионаж, она просто не рассчитывала на то, что ответ будет настолько прямолинейным, как да, это был шпионаж. Тут же генеральный прокурор Барр позволил себе себя поправить и сказал, я, правда, не знаю, был ли это оправданный шпионаж, вполне возможно, но это был шпионаж. И вот тут головы демократов просто взорвало, просто взорвало. Если вы слушаете или смотрите, следите за интервью, допустим, той же Нэнси Полоси, за интервью с Чаком Шумером, с Эдомом Шефом, с Пячуком Лиги и так далее, ну вот вы могли услышать такую вещь, допустим, как Нэнси Полоси сказала, что Барр, я говорю дословно, что Барр просто слетел с катушек. Вот скажите мне, почему она считает, что он слетел с катушек? Ему был задан вопрос. Дурацкий вопрос подразумевает такой же ответ. То есть, если идиотка Джин Шахин могла задать такой вопрос, зная, что это публичное слушание, то она получила то, что она просила. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Толик. Добрый день. Сегодня прозвучала у Рашлэм, была такая же мысль интересная, я бы хотел просто добавить. Он сказал, что Барр, в принципе, считался частью астаблишмента. Поэтому они были на 100% уверены, что он их не подведет. И тут получилось совсем по-другому. Барр просто оказался порядочным человеком и сказал то, что есть на самом деле. Вот, наверное, еще и поэтому для них это был нож в спину. Вы знаете, я с вами согласен в том смысле, что он порядочный человек, но ножом в спину, вот давайте быстренько разберемся... Для демократов. Я понимаю, да, давайте быстренько разберемся, как себя повели демократы во время утверждения Бара как генерального прокурора. Если бы это были люди, которые считали, что Бар, часть астаблишмента, и что им переживать нечего, тогда почему из 100 человек в Сенате за него проголосовало только 54? Это значит, что 46 человек, и это в основном все демократы, которые проголосовали против него. Это после того, что он был генеральным прокурором два раза. У него действительно хороший послушный список. Я просто привел в пример то, что я сегодня услышал. Нет, я вас понимаю, абсолютно правильный вопрос, но вы понимаете, в чем загвоздка? Что если бы они его считали своим, им нельзя было его настраивать против себя своим поведением в Сенате. Понимаете? Вот если бы они его протащили единогласно, вот тогда мы бы могли сказать, да, ребята промахнулись, потому что они его считали своим, протянули, а он им такой нож в спину. Ту головоломку, или головомойку, которую они им устроили в Сенате, да я бы их не просто сравнял с землей, я бы их еще и закопал бы поглубже. Ну, мне, честно говоря, это лично мое мнение, я не настаиваю на это. Мне кажется еще, что чем ближе мы приближаемся к выборам следующим, тем больше демократы видят, что шансов у них действительно что-то противостоять Трампу в тех же дебатах мало. И мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, некоторые из них начинают действительно думать о том, насколько выгодно идти против Трампа, потому что все-таки не будем забывать, что любая оппозиция в государстве – это деньги, это кормушка. Конечно. Вот тут я с вами согласен сто процентов, что те, которые поумнее, они бы забросили эту Нэнси Полоуси. Полоуси и Чак Шумер – это отыгранная карта. Да, но мы еще посмотрим. Я думаю, что все события будут развиваться. Чем ближе будем к выборам, тем будет интереснее. Да, это точно. Чем дальше влез, тем больше партизанов. Согласен. Спасибо большое. Вот. Короче, и вот что получается, значит, Нэнси Полоуси, мозг взорван, Чак Шумер вдруг начал обвинять Бара вообще уже в Калужин с Малером, что они вдвоем сговорились работать на имя Трампа. Понимаете? То есть, насколько уже абсурд состоит хотя бы в том, что человек, которого демократы носили на руках два года, и которые за него ложились костьми и кричали только попробуй его уволить, и которые кричали, что этот точно накопает и так далее, и сейчас обвинять его в сговоре с Баром в работе на Трампа. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. Добрый. Вы знаете, то, что я сегодня слыхал, когда я ехал на работу в новостях американских, главная причина, почему он был выдан, это потому, что в Эквадоре поменялось правительство, стал другой президент, и он решил это сделать. Понимаете? Simple like this. Очень-очень просто. Может быть. Это то, что я слышал сегодня на CBS, на ABC. Но я хочу другое сказать, вы знаете, добавить. Просто другое сегодня очень важное событие. Вот сейчас должно произойти буквально минута на минуту при лунении израильского спутника. Да, 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 да. Потому что действительно вдуматься. И вы знаете, что мне понравилось, у них там такой флажок израильский, с израильским флагом, и написано Small Country, Big Dreams. Абсолютно. Великолепно сказано. Вы подумайте, четвертая страна в мире, малюсенькая страна, обладает такими потенциальными. Да, да. Спасибо, Элок, спасибо. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот это организация ECC, которая принадлежит демпартии. Да, да. ECC, вы имеете в виду? Не опасаются ли они того, что Ассанж выдаст вот этих 30 тысяч секретных имел, которые Госдепартамент... О, прошу прощения, я вас не отключал, я наоборот, мне было очень интересно услышать, что вы хотели сказать. Пожалуйста, перезвоните, что-то нас разъединило. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, да? Я не веду, вот я продолжу. Далее. Она не опасается, наверное, того, что она вот эти 30 тысяч секретные, а вдруг у него это сохранились, и он может выдаст им. Вполне возможно. Я вам скажу больше. Сейчас будет интересная вещь состоять в том, что если бар действительно проявит характер и заведет расследование, и начнут действительно копать... Ведь никто так и не докопался, куда делись эти 33 тысячи имейлов, да? То есть, их просто как бы оставили в покое и сказали, ну, пропали и пропали. Но ведь не было доказано, что они были там полностью стерты, в смысле, этим бличем и так далее. То есть, будет интересно посмотреть, если все-таки в расследовании найдутся эти имейлы, потому что, вы понимаете, дело в том, что вот эти имейлы, они не нужны для того, чтобы закопать Трампа. Это имейлы, которые могут вскрыть какие-то дела Хиллари с, во-первых, Саудовской Аравии, которые там положили сумасшедшую сумму на ее фонд, и могут вскрыть ситуацию с Россией, потому что дело с Ураном ведь не закончилось. То, что там ее муж поехал, получил поллимона денег за какое-то вообще непонятное ерундовое выступление, понимаете, то есть, вот это будет интересно именно проследить, кто же все-таки с Россией вступал в сговор. Ну, а там посмотрим. Вот, а теперь у меня остается ровно 10 минут, дорогие друзья, я не могу себе отказать в одном, причем не только себе, но и вам, не могу себе отказать в очень смешной ситуации, в которую, ну, вы все знаете, что у нас есть такой радиослушатель Феликс, который вечно пытается кого-то посадить в лужу, пытается задавать вопросы, которые абсолютно не, ну, вопросы, которые нельзя задавать, в виде а кто вы потенциальности, а какая у вас зарплата, а чем занимаются ваши дети и так далее. Ну, есть такой человек, скучно ему, но он постоянно пытается кого-то посадить в лужу, то меня, то Сергея, то Патлоха, то, в общем, короче, те, которые слышали мою программу во вторник, те помнят прекрасно, когда позвонил Феликс и сказал мне такую вещь, он сказал, вы ратуете за Трампа, вы все говорите, что он такой классный бизнесмен, вы все говорите, что он такой великолепный, а Трамп сам лично сказал, что он находится андерготер, и вот не может хороший бизнесмен быть, как говорят, ну, андерготер мы все понимаем, да, то есть он находится в долгах, как в шелках, и, в общем, бизнес у него никакой. И мы тогда поспорили, некоторые позвонили, сказали, да, ладно, Феликс там ничего не понимает, ничего не разбирается, ни в чем, и так далее. Но, самое интересное, я Феликсу пытался объяснить, что Феликс, человек, который построил такой проект, как Трамп Тауэр, человек, который построил такой проект, как Мисс Юниверс, человек, который построил такой проект, как гостиницы, то есть казино в Вегасе и казино в Атлантик-Сити. Не может этот человек быть плохим бизнесменом. Ну и плюс к тому, что его еще и выбрали президентом. Это для Феликса вообще был удар. Так вот, дорогие друзья, мне позвонил один очень близкий товарищ. И честно, я долго не мог перестать смеяться. Честно, я даже этого не ожидал. Но, тем не менее, оказывается, Феликс, который прожил в стране 40 лет, который гордится тем, что он у нас такой крутой американец, что он пожил и там, и там, и там, и он читает газеты, и он слушает радио, и которому лично Трамп сказал, что его бизнес находится under water, это тот же человек, который не понял. Знаете, есть такая пословица украинская, глухе, як надо чуе, так добреше. Ну, вот это оказалось с Феликсом. Почему? Оказывается, Трамп сказал, что он находится, его бизнес находится не under water, а его бизнес находится under audit, аудит, или в проверке. Понимаете? Поэтому, дорогой Феликс, я, конечно, вот честно, не мог себе отказать в этом удовольствии, чтобы хоть как-то дать вам понять, что кроме того, что вы читаете газеты типа Sun Times и Tribune, потратьте немножко денег, почитайте Wall Street Journal, почитайте Daily Mail, почитайте какую-то еще литературу, которая вам даст немножко более обширный взгляд на то, что происходит в жизни. Я надеюсь, что это звонит Феликс. Добрый день, вы в эфире. А вот и не заждешься. Это не Феликс, это Олег Патух. Я понял. Я тебе скажу, я с Феликсом согласен, бизнесменом никакой, потому что у него бизнеса находится всего лишь в 21 стране. Ну да. И он владеет, его корпорация, значит, под себя, под Грибла и владеет всего лишь дитюстами компаний. Ну что это за бизнесмен? Да нет, ну это вообще какая-то мелкая сошка времен Аллы Пугачевой, я так понимаю. И вот мне очень нравится аргумент, когда говорят, он же Бенкранси объявлял, Банкроста. Да. При этом у людей, у людей, у них понятие о Банкросте, это, все равно, что там случилось, что такое вот все, он потерял все деньги, да нет, банкротство, это не только потерял все деньги и ушел жить в сарай. Это легальный способ. Это инструмент. Сделать просто, значит, реструктурирует, о господи, не могу говорить, реструктурирует, реализацию бизнеса. При этом, при этом, ни один человек в его компаниях не был выгнан на улицу. Да. Олешка, спасибо, там звонки есть, Олешка, я с тобой завтра поговорю. Ах, он банкрот. Давай, я с тобой завтра поговорю. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, еще до выбора Трампа, я слушал такого, у нас в Чикаго есть такой реал-эстейт-миллиардер, зелк, кажется, зелк. есть такой, да. И я слушал с ним репортаж о том, и вот спросили его как раз про Трампа, что вы думаете, вы же тоже реал-эстейт, и он рялостный. И он говорит, о, говорит, у Трампа такой бизнес, какой он, он построил такой бизнес, который не всякому по плечу, и который очень-очень серьезный, что он очень-очень серьезный бизнесмен. Знаете, один миллиардер сказал про другого. Конечно. И я не уверен, что этот зелк демократ, не республиканец, я думаю, что он демократ, как и в Сибири. Я тоже думаю, потому что он работал, иначе мы бы не дали в ходу. Но как, но как про бизнесмена, как он красиво сказал, я не помню дословно, что, но он сказал про него очень красиво, понимаете? Спасибо вам огромное. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я немножко хочу отвлечься от этой темы. Да, пожалуйста. В газете реклама за 4-10 апреля появилась статья «Малия, Мишель, Барак и скандал с поступлением в университет». Ее написал Джек Кэшел, журнал «American Thinker». Вы не читали еще? Вы знаете, я не знаю, я газету, честно, газету рекламу не читаю, но я обязательно попробую накопать что-нибудь по этому поводу. Обязательно. Вот, и это следующая передача подготовка. Обязательно. Спасибо вам огромное за такую наметку. Спасибо. Ну вот, дорогие друзья, поэтому я вам просто думал, ну вот, как бы вам всем поднять настроение, потому что, не зная, как вы все, но мне это подняло настроение, я вчера не мог перестать смеяться, потому что, не потому что я злорадствовал, нет, не поэтому, просто такие, допускать такие ошибки, перепутать «underwater» с «under audit», это, я считаю, ну, и мало этого, не просто это перепутать, а взять и оговорить человека только потому, что ты сам либо недослышал, либо недопонял. Вот, поэтому, уважаемый Феликс, я вам всегда говорил, перестаньте себя позорить. Если вы звоните, если вас что-то интересует, задайте вопрос, если это по делу. Если же вы хотите кого-то посадить в лужу, пожалуйста, сохраните свое время и мое тоже. и не надо звонить с такими абсолютно, ну, так, чтобы грубо не выражаться, с такими непонятными какими-то намерениями. Хорошо? Я с удовольствием приму ваши звонки. Дорогие друзья, давайте, добрый день, вы в эфире. Это Феликс Владимирович. Ох, слава богу. Вам не надо, вас не надо садить в лужу, вы в ней сидите. Все, Феликс, послушайте меня. Хотя вы произносите правильно «одит», а не «аудит». Ну, дебил, вот клянусь, не могу воздержаться, клянусь, не могу, пусть меня осудят, пусть на меня обижаются. Дебил, он и в Африке дебил. Добрый день. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Ну, насчет Феликс, вы сказали, конечно, ну, он ничуть не хуже, чем две трети палаты представителей, в общем. Ну, да, это да, это точно. А второе, хотелось, коротко сказать, вот, на это, так сказать, пока никто не обращает внимание, ведь Хиллари со своими, так сказать, деятелями, физически разбивали жесткие диски, мало того, что удаляли, имейл. Если они были, чистые, зачем надо было развивать жесткие диски, никто это пока не поднимает этот вопрос. Согласен. Дорогие друзья, я просто очень извиняюсь, нас сейчас просто прервут, и все. Спасибо всем огромное, завтра мы попробуем продолжить. Субтитры сделал DimaTorzok.